Перекрёсток Ленинской и Красноармейской бьёт рекорды по количеству ДТП. Несмотря на зебру, пешеходы боятся переходить дорогу. Кристина Емец уверена, на этом участке необходимо установить светофор. С этой просьбой женщина обратилась в приёмную мэра. Тем более центр города, постоянно движение такое, ну, довольно-таки живое. И, кроме того, школа рядом находится 12-я, то есть дети перебегают дорогу. О необходимости светофора говорят районные власти. Кроме школы, неподалёку детский сад и сквер у музея Алабина. Этот сквер в данном случае очень посещаем мамами с детьми, потому что после какого-то Вячеслав Сергеевского, после благоустройства, он достаточно посещаем стал. И поэтому, конечно, эти перекрёстки, где были люди с маленькими детьми, он крайне важен, чтобы он был регулирован. Сейчас готовится проект организации движения по улицам Льва Толстого и Красноармейской. И к началу учебного года на этом перекрёстке нужно установить светофор, даёт поручение глава города Олег Фурсов своим подчинённым. С предложением сделать общественный транспорт доступнее и удобнее для слабовидящих обращается Анатолий Стасинец. Мужчина часто испытывает затруднения при передвижении по городу и предлагает установить на автобусы звуковые установки. «Подъезжает автобус к остановке и через внешний динамик говорит, например, маршрут там такого-то, автобус такого-то маршрута. Чтобы слепой человек мог, слабовидящий мог ориентироваться, что это именно его, скажем так, автобус, да, и установить динамик, например, на средней двери, чтобы он понимал, что это средняя дверь, надо туда двигаться». Олег Фурсов откликается на предложение. Городские власти стараются организовать безбарьерную среду для маломобильных горожан. Перед пешеходными переходами монтируют тактильную плитку, оборудуют светофоры звуковыми сигналами, закупают низкопольные автобусы, трамваи и троллейбусы. Глава города предлагает выступить с инициативой в областное правительство. Возможно, обязать коммерческих перевозчиков оборудовать транспорт звуковыми приставками. «По муниципальному транспорту, исходя из возможностей текущих, да, экономических, давайте попробуем в проект бюджета 2018 года включить установку таких сигналов на маршрутах, где наиболее часто ездят люди с ограниченными возможностями именно по этому, значит, ну как заболеванию, наверное, сказать, да, слабо видящие». Одни из самых частых вопросов, с которыми жители обращаются в приемную мэра – благоустройство территории, незаконная торговля и ЖКХ. Все озвученные проблемы берутся на карандаш с установкой жестких сроков выполнения поручений. Мариана Мирная, Марина Матвейшина, Максим Гусев. События.